Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня поговорим о итогах выполнения реализации посланий президента Российской Федерации, Федеральному Собранию. Но прежде вопрос Владимира Андреевича Пучкова о проверке работы региональных газовых служб в ходе оказания помощи пострадавшим от взрывов бытового газа в Рязани и Тюменской области. Пожалуйста, люди опять находятся в очень сложном положении в этой связи, что вам и сделано за последнее время. Ну и потом поговорим о том, что в этой сфере вообще происходит на предмет ужесточения требований к соответствующим структурам, которые занимаются этим видом бизнеса. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в 2016 году отмечается тенденция увеличения количества взрывов, связанных с некачественной подготовкой и неправильной эксплуатацией объектов газового хозяйства и отмечаем возрастание потерь на жилых домах и социально значимых объектов. Наиболее резонансные случаи у нас произошли, во-первых, 23 октября 2016 года в результате взрыва бытового газа в Рязанской области пострадало 20 человек, к сожалению, 7 человек погибло. В настоящее время люди из жилого дома отселены и размещены в пункте временного размещения, организованное питание, медицинская помощь и поддержка. Из бюджета области осуществлены все необходимые выплаты и компенсации семьям погибших, компенсацию за полную и частичную утрату имущества и тем людям, которые получили вред здоровью, также выплачены соответствующие компенсации. Вторая секция уже подготовлена к проживанию, восстановлен тепловой контур. Все коммунальные системы работают, люди начали возвращаться в жилые дома, по секции номер 1 продолжается аварийно-восстановительная работа, разборка верхних трёх этажей и по предварительным проектным решениям до 25 декабря будет здание восстановлено, 11 семей, жильё которых разрушено полностью, уже получили из обменного фонда предложение и сейчас вселяется в жильё. По Тюменской области в результате взрыва тоже 23 октября в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме пострадало четыре человека, два из них до настоящее время находятся в специализированном ожоговом центре в Тюмени, в том числе Маркушин Дима, 13 лет находится в реанимации, состояние тяжёлое, но улучшается и специализированные медицинские бригады, Минздрава оказывают всю необходимую помощь и поддержку. По восьми семьям принято решение, три семьи получили уже жильё из маневренного фонда и пять семей зарезервировано 14 млн 667 тыс. рублей на приобретение нового жилья и также уже выплачена необходимая материальная помощь пострадавшим. Внеочередным решением правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организованы дополнительные мероприятия по проверке газовых служб и газового хозяйства на территории Российской Федерации, эту работу мы делаем с соответствующими надзорными службами, жилинспекцией и другие структуры. На местах проведено более 10 тысяч мероприятий, выявлено более 1800 нарушений, в частности по городу Рязани в ходе проверки выявлено, что 48 объектов, занимающихся эксплуатацией газового хозяйства, имеют те или иные нарушения. Все эти вопросы взяты на особый контроль. Следующий важный момент, который мы организовали, это совместно с субъектами Российской Федерации осуществляем дополнительные мероприятия по профилактической работе газового хозяйства, особенно газового хозяйства, которое эксплуатируется уже длительное время и взяли на особый контроль работу тех специалистов, которые сегодня выполняют свои функции, потому что это тоже достаточно узкое место, в том числе обращаем особое внимание на социальный пакет и сокращение текучести кадров тех уникальных специалистов, которые занимаются обслуживанием газового хозяйства. Следующий важный вопрос, который находится под особым контролем правительственной комиссии, это разъединительная работа с населением. Мы ещё раз для всех граждан, в том числе людей пожилого возраста, детей, доводим правила эксплуатации газового оборудования, основные меры безопасности при повседневной жизни и деятельности, и, конечно, выполнение всех профилактических мероприятий, а также недопустимости нарушения правил при эксплуатации газового оборудования. Эта работа в рамках единой государственной системы с учётом осенне-зимнего периода 2017 года и на период 2018-2019 год спланирована, и мы её будем осуществлять в рамках единой государственной системы в тесном взаимодействии всех федеральных структур и субъектов Российской Федерации. Доклад закончил. Хорошо, спасибо. До конца доведите эти. Всё, есть, товарищ президент. Значит, у нас ряд нарушений, связанных с установкой эксплуатации газового оборудования, являются типичными и носят постоянный характер. Как ни странно, на федеральном уровне нет единых требований к компаниям, которые занимаются обслуживанием внутри домового газового оборудования. Я просил, Михаил Александрович, вас подумать на тему о том, что нужно необходимо предпринять в самое ближайшее время для того, чтобы этот век в законодательстве в нормативном регулировании был закрыт. Уважаемый Владимир Владимирович, у нас с 2013 года действовало соответствующее постановление правительства, которое утверждало то, что газораспределительные организации могут заниматься ВДГО. Однако, в соответствии с решением Верховного суда, мы были вынуждены исключить из этого постановления требования к этим организациям. И для наведения порядка, сегодня есть законодательная инициатива, закон уже принят в первом чтении и сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении, о наделении правительства полномочиями по утверждению тех критерий, в которых должны обладать те организации, которые занимаются обслуживанием газового оборудования внутри домового. На сегодняшний день, после вступления в силу решения Верховного суда, по сути, любая организация может заниматься внутридомовым газовым оборудованием и, собственно говоря, никаких документов для этого не требуется. Мы с депутатами Государственной Думы договорились, что они в ближайшее время примут этот законопроект во втором чтении и после вступления его в силу будут утверждены соответствующие подзаконные акты. Они уже есть, они уже внесены в правительство, мы сейчас ждём соответствующего решения. И основное требование, которое там будет прописано, это, конечно, наличие квалифицированных специалистов и соответствующего профессионального оборудования, потому что сегодня, к сожалению, бывают случаи, когда просто приходят и физические лица в том числе и обслуживать газовое оборудование. Помимо этого, также мы сегодня работаем над законопроектом, который предусматривает введение обязанностей по предоставлению жилы инспекторам доступа во все жилые помещения для того, чтобы смотреть на предмет разных незаконных установок, индивидуальных газовых приборов и так далее. И также министерством утверждена инструкция по безопасному использованию газа в быту для соответствующих управляющих компаний, для ТСЖ и так далее. Но всё-таки основная мера – это тот законопроект, который сегодня готовится ко второму чтению. Надеемся, что коллеги из парламента нас поддержат. Спасибо. Я попрошу администрацию тоже сопроводить эти законы с тем, чтобы они были приняты в лево ещё время. Давайте перейдём к главному вопросу, ради которого сегодня собрались. Вероника Игоревна, пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в соответствии с Вашими поручениями, прозвучавшими в послании к Федеральному собранию, Минздравом проведено мероприятие, направленное на увеличение объёма высокотехнологичной медицинской помощи и обеспечению её бесперебойного финансирования, а также на совершенствование защиты прав граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, по получению доступной бесплатной медицинской помощи. Прежде всего, по первому вопросу хотелось бы отметить, что в 2014 году создана новая организационная модель оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которая построена на поэтапном погружении отдельных методов высокотехнологичной помощи в систему обязательного медицинского страхования. Наиболее растиражированные методы погружаются в базовую программу ОМС, а наиболее сложные, уникальные ресурсоёмкие методы в основном оказываются федеральными медицинскими организациями. Это позволило существенно нарастить объёмы высокотехнологичной помощи. И Ваше, Владимир Владимирович, поручение увеличить в полтора раза объём высокотехнологичной помощи к уровню 2013 года к 2017 году было выполнено в середине 2015 года. В 2015 году мы пролечили 505 тысяч больных методами высокотехнологичными. По результатам 2015 года уже более 823 тысяч в этом году, а мы пролечим более 900 тысяч человек. При этом важно отметить, что очень существенно увеличились объёмы тех высокотехнологичных методов, которые оказываются при наиболее востребованных направлениях. Скажем, стентирование сосудов сердца, количество стентирования увеличилось более чем в три раза. По данным 2015 года уже 126 тысяч, причём 70% стентирований проводится в экстренных условиях при остром коронарном синдроме, при остром инфаркте миокарда. И это позволило в прошлом году сохранить более 80 тысяч жизней. Эндопротезирование крупных составов увеличилось на 44% до 89 тысяч. И отдельно хотелось бы отметить существенное увеличение объема вспомогательных репродуктивных технологий экстракорпорального оплодотворения. В 3,6 раза это позволило нам в прошлом году родить 30 тысяч здоровых детей через ИКО. Сегодня высокотехнологичная помощь оказывается 919 медицинскими организациями. Из них только 15,5%. Это федеральные организации, 142. При этом федеральные центры оказывают более 70% всех видов сложных высокотехнологичных и 21% высокотехнологичной помощи, включённой в базовую программу ОМС. Создание новой организационной модели оказания высокотехнологичной помощи потребовало изменения в финансовой модели. И в этом году, в июле, был вами подписан федеральный закон о внесении изменений в закон об обязательном медицинском страховании, где вводится новая модель обеспечения финансового тех видов высокотехнологичной помощи, которые не включены в базовую программу ОМС, также из бюджета обязательного медицинского фонда обязательного медицинского страхования, но на основе соглашения между фондом и федеральными органами исполнительной власти, которые являются учредителями федеральных центров. Таким образом, федеральным центром выделяется субсидия на основе государственного задания, которое формулируют учредители. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Все проекты нормативных актов для его реализации подготовлены и в срок внесены в правительство Российской Федерации. Мы учли все необходимые объемы финансирования в бюджете фонда на 2017-2019 года, и хотелось бы отметить, что они предусматривают дальнейшее увеличение объемов высокотехнологичной помощи на будущий год. Это уже более 960 тысяч человек, из которых 450 тысяч будут пролечены в федеральных центрах. По второму вопросу, если можно, вопросу оказания бесплатной доступной медицинской помощи населению, хотелось бы отметить, что, безусловно, одной из наиболее приоритетных и очень сложных задач для отечественного здравоохранения является совершенствование первичной медицинской помощи, помощи первичного звена, особенно в сельской местности и в труднодоступных районах страны. Однако в этом направлении за последние два года проведен целый комплекс мероприятий и достигнуты определённые положительные результаты. Совместно с фондом УМС в 2014-2015 годах мы обеспечили персональное прикрепление каждого застрахованного лица конкретному врачу или фельдшеру первичного звена, что позволило оценить фактическую нагрузку на каждого медицинского работника, оптимизировать количество прикреплённого населения и, кроме того, существенно повысить ответственность врача и фельдшера за результаты своей работы персональной. Впервые в 2014 году рекомендательно, а в 2015 году уже в обязательном порядке внедрены предельные сроки ожидания разных видов медицинской помощи, которые закреплены программой государственной гарантии. Этим обеспечена своевременность её оказания. Подобные сроки введены для ожидания участковых врачей, специалистов первичного звена, диагностических различных процедур и мероприятий, плановой экстренной госпитализации, скорой и неотложной помощи. Полностью обновлены или впервые созданы необходимые нормативные акты по территориальному планированию размещения медицинской инфраструктуры. И в 2015 году совместно с субъектами Российской Федерации создана и внедрена геоинформационная система, которая включает информацию о всех населённых пунктах на территории страны и в каждом регионе с численностью населения, со всей транспортной инфраструктурой, как федерального, так и регионального значения, и всей сетью медицинских организаций. Внедрение геоинформационной системы позволило нам к началу текущего 2016 года определить зоны повышенного риска вне выполнения тех предельных сроков ожидания, которые являются сейчас обязательными на всей территории. Это позволило нам в 15 марта текущего года утвердить федеральный комплекс мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи и на его основе в каждом регионе составить региональную программу. Компонентами этой программы наряду с развитием медицинской инфраструктуры и транспортной инфраструктуры является оптимизация маршрутов доставки пациентов и, кроме того, развитие выездных форм работы, санитарной авиации, информационных технологий и решение необходимых кадровых вопросов. За реализацию этих программ мы очень жёстко смотрим. Хотела бы сказать, что важным направлением совершенствования первичной медико-санитарной помощи явилось создание единой системы лицензионного контроля за деятельностью медицинских организаций. Этот закон был принят в этом году, в апреле. И фактически мы сформировали централизацию на федеральном уровне лицензионного контроля. Росздравнадзор проводит мероприятия по контролю за доступностью и своевременностью медицинской помощи на всей территории страны. Кроме того, в 2015 году Минздравом был внедрён еженедельный и ежемесячный мониторинг эффективности мер по снижению смертности на каждом из 60 тысяч терапевтических участков и в каждом регионе в целом. Фактически у нас появилась возможность точечного регулирования ситуации в любом территориальном образовании. В соответствии с Вашим поручением, озвученным в послании, Министерство здравоохранения совместно с Федеральным фондом ОМС активно формирует пациентоориентированную модель деятельности страховых медицинских организаций. Создается Институт страховых представителей, которые по сути и должны быть помощниками и защитниками прав пациентов. Ваше задание было начать эту работу с 2016 года. В начале года были сформулированы функциональные обязанности страховых представителей и прописан механизм взаимодействия с пациентами, застрахованными на всех этапах оказания медицинской помощи. В начале года были приняты все необходимые нормативно-правовые акты, в том числе внесены изменения в правила деятельности обязательного медицинского страхования. И были разработаны и внедрены программы по подготовке страховых представителей разного функционального уровня. На сегодняшний день подготовлено более 1600 специалистов. С 1 июля мы внедрили первый этап системы. Во всех страховых медицинских организациях открыты контакт-центры и горячие телефонные линии, где обученные специально операторы отвечают на вопросы и проводят информационные консультации по получению бесплатной медицинской помощи, условиям и срокам её получения, а также помогает организовывать проведение диагностических мероприятий и выбор медицинских организаций для оказания плановой медицинской помощи госпитальной. Со следующего года, с 1 января 2017 года, мы запускаем второй этап информирования уже индивидуального и СМС-оповещения всех застрахованных о необходимости прохождения диспансеризации, вакцинации, о попадании в ту или иную группу здоровья по результатам диспансеризации, необходимого диспансерного наблюдения. И последний этап будет включён 1 января 2018 года, когда будет внедрена программа индивидуального повышения ответственности за своё здоровье каждого застрахованного. То есть выпало слово, я прошу прощения, мотивирование, извините, афазия острая, мотивирование каждого гражданина к выполнению рекомендаций врачей, приверженности к лечению. И, кроме того, будут внедрены программы по досудебному расследованию различных конфликтных ситуаций и спорных вопросов, фактически оказанию правовой помощи. Таким образом, мы надеемся, что в течение ближайших полутора-двух лет будет сформирован эффективный механизм помощи и сопровождения каждого застрахованного в ОМС при получении медицинской помощи, кроме того, учёта и формирования ответственности за своё здоровье, что, может, нам будет очень важно на следующих этапах развития отечественного здравоохранения. Спасибо. – Хорошо. Спасибо, Ольга Юрьевна Васильева. Но я в конце, когда Максим Анатольевич выступит, попрошу на иголику Татьяну Алексеевну прокомментировать, как она смотрит на то, что у нас происходит в сфере выполнения посланий президента. Пожалуйста, Ольга Юрьевна. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте коротко доложить вам о ходе выполнения поручений по вопросам развития дополнительного образования, по выявлению поддержки детей, имеющих склонность к гуманитарному и техническому творчеству, а также развития системы профессионального образования. Что касается развития дополнительного образования, то здесь вместе с Минкультом, Минспортом, с нашими регионами, с сегментами гражданского общества нам удалось достичь следующих результатов. Во-первых, преодолеть тенденции сворачивания сети, и это полностью преодолено, организацией дополнительного образования в стране. Второе. Обеспечить рост охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием, сейчас это 68% детей, живущих в Российской Федерации, и мы надеемся выйти на показатели 70-75% к 2020 году, как и предписано в вашем поручении. В-третьих, была увеличена средняя заработная плата работников дополнительного образования. Если в начале 2013 года она составляла 20,5 тысяч, то сейчас мы можем говорить о средней заработной плате 30,2 тысячи рублей. И нам очень важно сохранить такие темпы дальше вместе с нашими регионами. В-четвёртых, была создана нормативная база, новые механизмы, в том числе финансовой поддержки, развитие дополнительного образования, которые помогли нам создать принципиально новые программы. И о некоторых из них я хочу сказать. Ещё раз напомню, что речь идёт о творчестве как техническом, так и гуманитарном. Вообще, образцы новых программ есть во всех шести направлениях, но я, позвольте, затрону только самые основные. В конце 2015 года, совместно с Агентством стратегических инициатив и регионами Российской Федерации, начала создаваться сеть детских технопарков «Конторию». И до конца этого года в нашей стране их будет 20, и мы рассчитываем, что к 2020 году таких технопарков будет как минимум в каждом регионе нашей страны. Этот парк является не только центром обучения детей по самым современным программам, но, что важно и очень важно, он становится региональным центром, отраслевым, ресурсно-методическим, который выполняет ряд очень важных задач. Хочу отметить, что крупнейшие промышленные компании, корпорации, такие как «Росатом», «Ростех», «Роскосмос» уже вкладываются в этот проект как интеллектуально, финансово, так и кадрово. Почему? Потому что мы планируем включение детских и молодёжных команд в решение самых реальных технологических задач промышленных предприятий, которые будут работать в сфере высоких технологий, и, что самое важное, будут работать под руководством наставников, специалистов этих самых предприятий. Следующие центры, о которых хочу сказать отдельно, это наши образовательные центры, ведущие детские центры, такие как «Артек», такие как «Орлёнок», такие как «Смены», такие как «Океан». За два года мы увеличили количество детей, ровно за два года, на 35%, а это 60 тысяч детей. Дети проходят там не только отдых, но ещё и обучение по новомодернизированным программам дополнительного образования. У нас есть смены с партнёрами, такими как «Росатом», такие как «ОСК», но у нас есть смены, которые можно назвать чисто творческими. Достаточно сказать, что был уникальный пример, которого, наверное, ранее в истории этих центров не было. Мы провели всероссийский хоровой фестиваль, куда собрались хоровые коллективы из всех регионов нашей страны. Я считаю, что это начинание музыкальное, которое нужно поддерживать. Очень важный момент. Путёвки в эти наши центры – это очень хорошая мотивация для поощрения наших талантливых детей, которые показали прекрасные результаты в технических конкурсах, творческих конкурсах, олимпиадах и отдельно об олимпиадах, потому что вообще олимпиады являются важнейшим механизмом выявления наших талантливых детей. Достаточно сказать, что в этом году в олимпиадах участвовало 6 миллионов человек в общероссийской олимпиаде. Олимпиады бывают у нас разные, предметные бывают творческие. Достаточно сказать, что на сегодняшний день число победителей и призёров превысило 2179 человек. Мы добиваемся очень хороших результатов по предмету международным олимпиадам. И, как известно, это олимпиады по астрономии, биологии, географии, математике, физике, химии, информатике. И только в этом году наши ребята привезли стране 19 медалей. Из них 12 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые. В ряду с этим мы проводим все российские олимпиады, профессиональные, инженерные конкурсы. И особенно мне бы хотелось отметить совместные с нашими коллегами всероссийские мероприятия, с МИД-спортом, с МИДом. Мы проводим всемирные игры юных соотечественников в городе Сочи. И в этом году наши детишки из 32 стран, 500 человек, принимали участие в этом замечательном соревновании. А также мне хочется сказать отдельно о всероссийских мероприятиях культурного значения. Их вообще свыше 300, но я назову самые важные. Это молодые дарования России, это 50 лучших детских школ искусств, это симфоническая фантазия. И очень важный для нас открытый мир творчества для детишек с ОВЗ. Это очень важные показатели, именно творческие показатели. Но теперь, позвольте, я продолжу и ещё скажу о поддержке талантливых детей. Вообще созданы очень хорошие механизмы поддержки талантливых детей, и огромную роль в формировании этой системы сыграли премии президента. Приведу только одну цифру. За эти годы 53 тысячи мальчишек и девчонок, юноши и девушек с призёрами этой премии, получив очень важный диплом и денежную премию. В этом году срок действия указа прекращается, и мы очень надеемся на продолжение этой практики, потому что необходимые средства бюджета 2017 года у нас зарезервированы. У нас есть фонд «Талант и успех». Это фонд, который является федеральным оператором банка данных, в который за два года занесены данные уже 12 тысяч наших талантливых детишек. Следует отметить также, что определена финансовая процедура поддержки тех, кто пошёл учиться в ВУЗы. На сегодняшний день у нас 1200 студентов получают президентские гранты. Это 20 тысяч рублей в месяц на весь период обучения. Важно отметить, что, переходя ко второй части выполнения поручений, что в этом году в банк данных были занесены впервые, помимо талантливых школьников, данные победители чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Вообще, модернизация программ профессионального образования стала возможна благодаря реализации комплекса мер, среди которых самое важное – это обеспечение соответствия квалификации выпускников в требованиях современной экономики, это консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы подготовки рабочих кадров. И я считаю, что основой качественной подготовки рабочих кадров и технических специалистов является прежде всего его практическая составляющая и тесная связь с предприятиями. Ещё раз приведу ещё один хороший эксперимент, опыт. Вместе с Агентством стратегических инициатив, начиная с 2014 года, был реализован пилотный проект по внедрению моделей дуального, то есть практико-ориентированного обучения. Это 13 регионов. В чём его суть? Дело в том, что эта модель позволяет внедрять дуальное обучение, практико-ориентированное, и в другие регионы. И мы надеемся сейчас увеличить эти регионы до 20. Что ещё показала работа в этом направлении? Что четвёртая часть оборудования, которое используется в учебном процессе, она не старше 5 лет. Это очень важно, потому что современная материалная база как раз даёт возможность для обучения профессии. Сразу хочу сказать, благодарить, что для стимулирования участия работодателей в практико-ориентированной модели подготовки наших рабочих, молодых, нам очень помог Минфин, которым была проведена работа по внесению изменений в налоговый кодекс в целях мотивации предприятия к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих. В 2015 году Минтруд России утвердил список наиболее 50 востребованных профессий, именно российских востребованных профессий. Там есть абсолютно новые специальности, назову лишь некоторые, которые раньше не звучали никогда. Это мехатроник, это мобильный робототехник, это специалисты по активным технологиям, по композитным материалам и ряд других. Перед новыми профессиональными стандартами стоят и новые стандарты образовательные, которые министерство разработало с учётом международных, прежде всего, требований. И мы ввели очень важный экзамен, который называется квалификационный демонстрационный экзамен. Мы провели его в 12 регионах. И этот демонстрационный экзамен является, по сути, основной частью аттестации молодого рабочего. И надо сказать, что мы используем базовые модели профессионального мастерства нашего движения «Молодые профессионалы». Вообще, о движении «Молодые профессионалы» хочу сказать отдельно, потому что у нас в 75 субъектах Российской Федерации проведены эти соревнования. Прилечено почти 6 тысяч человек. И на сегодняшний день мы имеем уже майский национальный чемпионат, в котором было 99 компетенций. И это движение, на мой взгляд, приобретает всё большее и большее влияние в нашей стране. И последнее. Для того, чтобы у нас были квалифицированы рабочие молодые кадры, нам нужны квалифицированные педагоги. И уже в этом году проведена большая работа по переподготовке 700 мастеров производственного обучения. И мы планируем сделать базовый центр профессиональной подготовки для команды мастеров производственного обучения, а также запущена подготовка персонала управленческого колледжа и техников. На сегодняшний день прошли переподготовку 100 управленцев из 30 регионов нашей страны. Несмотря на небольшие такие, но всё-таки явные успехи, конечно, впереди у нас большая работа по созданию условий для качественного и доступного образования, появления и дальнейшей поддержки талантов, профессионального ориентирования и подготовки сотни тысяч наших молодых россиян. Спасибо. Спасибо большое. Максим Анатольевич, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Я хотел бы остановиться на двух направлениях, которые мы реализовывали в исполнении тех поручений, которые были даны в посланиях президента Федеральному собранию. Это две темы, одна из которых некоторым образом продолжение того, о чём докладывала Ольга Юрьевна, это создание системы повышения квалификации работников непрерывного, повышения квалификации и включения в эту работу прежде всего работодателей. У нас, к сожалению, до этого работа была построена таким образом, что только государственные структуры фактически занимались этой деятельностью. И, как мне представляется, сейчас нам удалось и законодательно, и на практике эту ситуацию переломить. Мы здесь работали в нескольких направлениях. Во-первых, в прошлом году впервые был создан справочник профессии, который фактически за последние 20 лет впервые дал возможность обобщить ту работу, ту палитру отношения работодателей к тем профессиям, которые являются наиболее востребованными на рынке труда. Это 1600 профессий. При этом мы этот справочник делали именно в тесном контакте с работодателями. Я бы сказал, что именно отраслевые объединения работодателей здесь самую основную работу проводили. Именно те профессии, которые они считают востребованными и нужными, мы включали в этот справочник. Сейчас задача заключается в том, чтобы этот справочник был постоянно актуальным, и в Государственной Думе уже в первом чтении принят закон, который позволит создать соответствующий информационный ресурс. Мы предполагаем его со следующего года, с начала 2017 года, уже запустить в эксплуатацию, до конца года приняв соответствующий закон, чтобы это всё было легитимно, чтобы это было всё с точки зрения информационных технологий постоянно обновляемо. Ольга Юрьевна сказала про то, что на основании вот этого документа создан ещё и перечень 50 наиболее востребованных профессий, новых профессий, по которым мы тоже работаем. И здесь очень важное значение имеет работа по профессиональным стандартам, которую мы уже ведём на протяжении последних трёх лет. Это уже почти 840 профессиональных стандартов. Мы эту работу не завершаем. До конца года ещё вместе с объединениями работодателей, с профсоюзами будет подготовлено порядка 150 профессиональных стандартов. И, что очень важно, 1 июля этого года вступили поправки в Трудовой кодекс, которые фактически предусматривают механизм внедрения профессиональных стандартов в практику применения. Мы начали с того, что прежде всего организации, в которых имеется пакет акций государства в организациях, которые относятся к бюджетному сектору, профессиональные стандарты будут внедряться постепенно до 2020 года. Принято постановление правительства, по которому все отрасли должны соответствующие дорожные карты разработать, что очень важно, мы пытались профессиональные стандарты, и это главная, я считаю, задача, сделать перспективными, чтобы уже на перспективу закладывались требования. Но здесь нельзя и в этом случае их сразу резко внедрять, потому что нужно работников переподготовить соответствующие финансы на это в различных отраслях, определённым образом затратить. Мы не можем допустить того, чтобы сразу работу дать или начать, поэтому здесь нужны очень такие спокойные, мягкие переходные положения, и постановлением правительства такие действия предусмотрены. Что касается работы дателей в коммерческом секторе, мы предполагаем на основе коллективных договоров и соглашений, сейчас думаем тоже, как здесь можно законодательно эту ситуацию, тоже определённым образом стимулировать, с тем, чтобы в коммерческом секторе профстандарты тоже постепенно внедрялись, но мы исходим из того, что так как работодатели сейчас являются основными разработчиками профстандартов, они как раз заинтересованы в их внедрении, они не должны остаться неиспользованными. И последнее в этом направлении, очень важный момент, мы, как и докладывали, подготовили закон, он уже вступает в силу с 1 января этого года, это закон о независимой оценке квалификации. Суть его заключается в том, что именно отраслевые союзы работодателей будут создавать центры оценки квалификации, которые позволят на основе именно доверия работодателям к проведённым соответствующим профессиональным экзаменам, соответствующим навыкам работников признавать квалификации среди вот этих отраслевых объединений. Сейчас мы готовим всю необходимую нормативную базу, чтобы с 1 января этот закон в полную силу заработал, уже создано 28 отраслевых советов, и мы уже порядка 68 центров оценки квалификации в экспериментальном режиме уже запустили. Здесь очень важно, чтобы это не превратилось в какую-то массовку, важно, чтобы они качественные документы давали, чтобы работодатели именно тщательно относились к этому, и мы будем за этим процессом очень внимательно следить. Я уже сказал, что всю необходимую нормативную базу до 1 января этого года мы подготовим. Второе направление, которое было поручено нам отработать в посланиях президента, это создание такой новой, которой раньше не было, независимой оценки качества услуг, которые предоставляют организации социальной сферы, организации образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры. Я очень коротко скажу, что мы, в принципе, сначала достаточно осторожно к этой идее подходили, потому что здесь было важно провести определенную грань между оценкой, которую проводят специалисты, насколько качественно лечение произведено, и той оценкой, которую может дать общественная организация, либо сам человек. То есть мы исходили из того, что эта оценка должна прежде всего затрагивать такие элементы, как доступность услуги, как возможность её получить, как человек стоит в очереди за получением услуги или не стоит, насколько удобно всё построено внутри организации, насколько доступна среда для лиц с ограниченными возможностями, насколько люди удовлетворены качеством услуг. То есть это такая именно обратная связь с населением. И, как мне представляется, этот проект удался, и сейчас мы уже во всех регионах имеем созданные общественные советы, это всё делается через общественные организации. И мы видим, что есть определённые подвижки, но я скажу, Владимир Владимирович, честно, что всё зависит от того, насколько первое лицо в регионе относится к этому с вниманием. Если это происходит, то тогда у губернаторов появляется очень серьёзный рычаг и обратная связь для того, чтобы поменять деятельность тех или иных структур в социальной сфере. И такие уже, мы видим, шаги предпринимаются. Это связано с улучшением работы регистратур в поликлиниках, это связано с улучшением работы библиотек, когда появляются совершенно новые форматы взаимодействия и предоставления услуг населению. Очень много происходит подвижек позитивных с точки зрения обеспечения доступности для инвалидов. Мы исходим из того, что результаты вот этой независимой оценки, то, что население высказывает в ходе опросов, в ходе анкетирований, это должно доводиться до первых лиц регионов, и они принимают соответствующие решения для улучшения работы организаций. И на федеральном уровне мы сейчас выходим на следующую работу. Нам нужно вычленить лучшие практики, лучшие примеры, для того, чтобы их тиражировать уже по всей стране. Где-то в каждом регионе различные изменения происходят, и в отдельных случаях это действительно популярные такие изменения, которые можно продвигать во всех учреждениях по всей стране. Я думаю, что нам в перспективе нужно будет подумать, чтобы лучшие регионы, лучшие практики, которые реализуются и которые рождаются в ходе этого нового института, чтобы мы могли регионы каким-то образом поощрять. Тоже подумаем на эту тему, у нас есть соответствующие инструменты на федеральном уровне. Будем продолжать работать в этом направлении. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Так, Татьяна Алексеевна. И потом попрошу коллег, если что-то есть, добавить, пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, я по порядку, как и были доклады, коротко. Мы в соответствии с Вашим поручением проводили мероприятия по доступности оказания услуг в социальной сфере. И я остановлюсь только на тех проблемах, которые были сегодня обозначены, на отдельных из них. Первое – высокотехнологичная медицинская помощь. В данном случае Вероника Игоревна представила показатели оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которые финансируются за счет двух источников – системы обязательного медицинского страхования и до 2017 года из федерального бюджета. Но к так называемой классической высокотехнологичной помощи всегда относилось то, что непосредственно финансируется из федерального бюджета. И здесь надо сказать, что все показатели действительно исполняются, но, тем не менее, очередь за оказанием высокотехнологичной медицинской помощи пока остается. Неудовлетворенным оказывается порядка 30 тысяч пациентов, которые претендуют на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Как было отмечено Вероникой Игоревной, с 1 января 2017 года меняется механизм ее оказания. И теперь вся высокотехнологичная медицинская помощь будет финансироваться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, но с использованием разных механизмов, как страховая и как чисто бюджетная посредством установления государственного задания для федеральных медицинских учреждений. Здесь, конечно, мы не знаем пока, как заработает этот механизм, этот механизм будет работать с 1 января 2017 года, но, тем не менее, есть некое опасение в том, что тех средств, которые аккумулируются в фонде обязательного медицинского страхования, будет недостаточно для того, чтобы оказать весь тот необходимый объем высокотехнологичной медицинской помощи, в котором граждане нуждаются. И обсуждался вопрос все-таки вернуться к теме того, что отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи не являются страховыми и должны финансироваться за счет средств федерального бюджета. Эта тема присутствует на повестке дня, и нельзя от нее отказываться от решения этого вопроса, потому что есть дорогостоящие виды медицинской помощи, которые не посильны для ограниченного объема средств в системе обязательного медицинского страхования. Что касается обязательного медицинского страхования, то я бы обратила внимание здесь на проблему, которая все-таки достойна внимания, чтобы ее обсудили на совещании у президента. Речь идет о том, что субъекты Российской Федерации получают субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на свои программы бесплатного оказания медицинской помощи. В зависимости от того, перечисляют они или не перечисляют в бюджет Федерального фонда так называемый страховой платеж за неработающее население. И если они его не перечисляют, то, соответственно, Федеральный фонд не перечисляет субвенцию и в регионе не оплачивается соответствующая медицинская помощь. Я хочу сказать, что, к сожалению, на сегодняшний день у нас есть три субъекта Российской Федерации, которым не под силу, ввиду ситуации с их бюджетом, заплатить платеж за неработающее население. И это ведет к неоплате в этих регионах предоставленных объемов медицинской помощи. Самая сложная, наверное, ситуация сейчас в Республике Ингушетия, потому что в апреле-сентябре они не заплатили платеж за неработающее население в объеме 1,2 миллиарда рублей. И, соответственно, на сумму 2,4 миллиарда рублей им не перечислили субвенцию. Таким образом, годовой объем оплаты оказанной медицинской помощи сейчас составляет в этой Республике 25%. В сентябре сложилась задолженность по этому же платежу в Республике Хакасия на сумму 0,3 миллиарда рублей. И еще с декабря 2015 года числится задолженность по Республике Калмыкия, что, соответственно, ограничивает или приводит впоследствии к ограничению оказания медицинской помощи, поскольку в тариф, который формируется за счет субвенции, попадают практически все статьи расходов, которые обеспечивают лечебный процесс. На эту же тему нужно обратить внимание при прохождении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования в Государственной Думе на 2017 год, поскольку платежи за неработающее население достаточно высокие, нужно и многие регионы на сегодняшний день, ввиду состояния их бюджетов, не могут их поднять, плюс еще повышение заработной платы. Здесь нужно эту тему очень аккуратно мониторировать со стороны Федерального центра, чтобы не приводить к ситуации, когда идет неоплата медицинской помощи. Это очень опасная ситуация, особенно в республиках и регионах, где низкий уровень бюджетной обеспеченности в целом и сложная ситуация с бюджетами. Кроме того, я также попросила бы обратить коллег из правительства внимание на то, что сейчас в рамках представленного проекта бюджета на 2017 год по Фонду обязательного медицинского страхования действительно предусматриваются средства на увеличение заработной платы в соответствии с указами. Но по региональным учреждениям, с федеральными учреждениями пока вопрос, который оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь, до конца не урегулирован. И на эту тему надо обратить внимание, поскольку я этот вывод делаю, исходя из того, что цифра для федеральных учреждений одинаковая как в 2016 году, так и в 2017 году. Что касается доступности, Вероника Игоревна обратила внимание на территориальное планирование. Оно осуществляется в субъектах Российской Федерации и должно осуществляться в субъектах Российской Федерации в соответствии с требованиями градостроительного кодекса. Однако не все субъекты осуществляют это территориальное планирование. Мы, когда провели мероприятие по доступности, мы направили соответствующие информационные письма регионам по тем недостаткам, которые у них есть с точки зрения исполнения законодательства. Мы ожидаем, что в срок до 31 декабря такая информация от регионов нам будет представлена, и мы при необходимости сможем этой информацией поделиться с коллегами, поскольку мы собираем информацию по всем четырём сферам, по всем 85 регионам страны. Что не хватает с точки зрения доступности? Не хватает как раз межведомственного взаимодействия на уровне субъектов Российской Федерации и даже на уровне федерального центра, когда речь идёт именно о получении услуги, скажем, в труднодоступных или сельских населённых пунктах, поскольку здесь силами сферы образования, здравоохранения или культуры не справятся. Здесь ещё подключаются другие инфраструктурные сферы, такие как сфера, скажем, того же дорожного строительства, сфера связи и так далее. Но, к сожалению, вот этот уровень взаимодействия на качественном уровне, извините за тавтологию, не отработан. Безусловно, ключевым звеном доступности в здравоохранении является деятельность страховых медицинских организаций. В 2015 году мы провели соответствующее контрольное мероприятие в двух страховых организациях, которые охватывают 40% застрахованного населения. К сожалению, в процессе этих мероприятий было выявлено, что тот функционал, который записан за страховыми организациями в законодательстве, он не исполняется. То есть граждане не информируются о своих правах, хотя это страховые организации должны осуществлять в соответствии со своими полномочиями. Возможно, то, о чём сказала Вероника Игоревна, система страховых поверенных изменит эту ситуацию. Возможно. Но пока деятельность страховых медицинских организаций оставляет желать лучшего. При этом за 2015 год страховые медицинские организации вместе с администрациями территориальных фондов обязательного медицинского страхования, которые лишь выполняют функции транзитёра денег, заработали за ведение дел 42,5 миллиарда рублей и сумели, в общем, получить немалую прибыль. Это мы видим на примере этих двух организаций. Та прибыль, которую они получили, позволяет им, в общем, достаточно небезбедно сосуществовать. Почему я в 2016 году эта цифра несколько сократилась до 38 миллиардов, но незначительно. При этом качество их работы не изменилось. Почему на это обращаю внимание? Потому что, когда принимался закон об обязательном медицинском страховании, были очень долгие споры, если вы помните, оставлять два института, терфонды и страховые медицинские организации или какую-то одну структуру. Мне кажется, что наступает время, когда мы должны предметно подумать по поводу того, какую роль и место терфонды и страховые медицинские организации должны иметь в системе обязательного медицинского страхования. Потому что наличие двух институтов, которые, извините, пожалуйста, за слово, паразитируют на бюджетных деньгах, а иногда и работают в ущерб медицинским организациям, заслуживает достаточно пристального анализа. Теперь то, что касается того, что сказала Ольга Юрьевна. Мы подтверждаем, что вся нормативная база необходима для реализации положений, которые записаны в послании президента, принято. Но есть некоторые проблемы, которые, как мне кажется, заслуживают внимания. Скажем, по одаренным детям. Организацией, которая осуществляет функции по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития успешных детей, является Образовательный фонд «Талант и успех». В 2016 году этому фонду предоставлены средства в объеме 384 миллиона рублей. По состоянию на 1 октября 2016 года кассовое исполнение составило всего 15,5%. То ли мы много денег дали, то ли они работу не развернули, то ли есть какая-то иная причина неосвоения этих ресурсов. Кроме того, я также хотела бы обратить внимание, что, несмотря на такие значительные финансовые ресурсы, дальнейшая судьба одаренных детей после того, как они заканчивают соответствующие учебные заведения, она никоим образом не отслеживается. И здесь, мне кажется, Министерству образования нужно на это обратить внимание, потому что это наш и умственный, и творческий, и любого другого рода потенциал. Я также хотела бы обратить внимание на разночтение в статистике по дополнительному профессиональному образованию, потому что статистика на сегодняшний день учитывает по нескольку раз одних и тех же детей, если они входят в разные учреждения дополнительного образования. И на самом деле очень трудно сейчас оценить, в отношении какой категории детей, какого количества мы должны направить свои усилия для того, чтобы они имели возможность получать дополнительное профессиональное образование. Ну и, конечно, невозможно не обратить внимание на ситуацию, которая складывается с этой проблемой в тех же сельских населённых пунктах, в тех же отдалённых регионах, где возможности к получению как с точки зрения финансов, так и с точки зрения доступности, то есть доезда до той организации, которая может предоставить такие услуги, оставляет желать лучшего. Тема, которая обозначена в послании, которая касается среднего специального образования, которое у нас является общедоступным, но я, несмотря на все усилия, несмотря на то, что Минтрут определил соответствующие специальности, которые являются востребованными в этой сфере, их 50, но всё равно ситуация ещё продолжает оставаться сложной. Ну, наверное, отчасти это связано с тем, что мы долгое время на эту проблему не обращали должного внимания. И сейчас, надеюсь, что в рамках подготовки к WorldSkills это послужит каким-то стимулом для развития этой системы. Хочу обратить внимание на отдельные показатели, которые мы получили в процессе наших мероприятий. В 2014 году, это отчётные данные, произошло сокращение численности студентов среднего профессионального образования, обучающихся за счёт всех источников и федерального бюджета, и средств субъектов, за счёт федерального на 7%, за счёт средств субъектов на 40%. И отмечался очень высокий процент отчисления студентов по неуспеваемости и собственному желанию. В 2014 году отчислено порядка 115 тысяч студентов, это почти 10% обучающихся по программам среднего профессионального образования. Это цифры, которые заставляют задумываться. По данным регионам, в 2014 году трудоустроено по специальности 290 тысяч человек или 59% от тех выпускников, которые закончили соответствующие учреждения. При этом Росстат даёт статистику по поводу того, что потребность в работниках со средним профобразованием составляет 480 тысяч человек. Я ещё также хочу обратить внимание, что успешность реализации курса среднего специального образования во многом предопределяется теми стандартами, которые будет издавать Министерство образования, а также готовностью самой среды к обучению этих детей, потому что, к сожалению, по той причине, ввиду того, что этому не уделялось должного внимания, к сожалению, материально-техническая база соответствующих профессионально-технических училищ пришла в достаточно плохое состояние. Кроме того, мы не можем обеспечить общежитиями тех студентов, которые учатся по системе среднего профессионального образования. И, наконец, последнее, движется работа в области профессиональных стандартов. Но, может быть, не всё так быстро, как нам хотелось, не так быстро проходят программы переподготовки в рамках этих стандартов. Но это программа, которая только нарабатывается, и я думаю, что мы результаты получим в ближайшей перспективе. Я хотела обратить внимание на независимую оценку, о которой говорил Максим Анатольевич. Здесь действительно приняты все необходимые нормативные документы, и очень многое зависит сейчас от работы и заинтересованности самих субъектов. Это то, о чём говорил Максим Анатольевич. Вот по состоянию на 15 июля 2016 года, когда мы закончили нашу проверку в этой части, в перечне организаций, по которым осуществляется независимая оценка, было включено 15 тысяч организаций. Это всего 11% от общего числа организаций социальной сферы. Органами государственной власти субъектов на своих официальных сайтах в сети интернет созданы разделы «Независимая оценка». В сфере социального обслуживания в 83 регионах, в сфере здравоохранения в 82 регионах, в культуре в 80, в образовании 78. При этом размещены анкеты для электронного опроса. Я специально обращаю внимание коллег на эти цифры. В сфере здравоохранения в 82 регионах, в социального обслуживания в 61, в культуре в 55, в образовании, к сожалению, а не только в 38. Наши выборочные проверки показывают, что, к сожалению, не все организации, даже те, которые размещают свою информацию в сети интернет, обеспечивают актуальность этой информации. И, к сожалению, зачастую там содержатся данные, которые уже устарели, и не всегда пациент или тот, кто хочет воспользоваться услугой образования, культуры или социального обслуживания, понимает, а что же всё-таки ему причитается по законодательству и как он может воспользоваться. Не говорю уже о том, как оценить качество этой услуги. Поэтому, мне кажется, уважаемые коллеги из правительства, Владимир Владимирович, здесь нужно активизировать субъекты Российской Федерации в этой работе. При этом я ещё раз в завершение подчёркиваю, что мы, со своей стороны, увидев эту ситуацию, соответствующие информационные письма губернаторам направили для того, чтобы такая работа была активизирована. И если в этом будет необходимость, мы доложим о результатах работы уже субъектов по всем этим направлениям. Спасибо. Спасибо. Антон Германович, есть какие-то комментарии? Спасибо, Владимир Владимирович. Хочу доложить, что все те направления, о которых сегодня говорилось, обеспечены финансами в бюджете. Значит, по федеральным учреждениям у нас предусмотрено также достижение показателей по врачам в размере 180% от средней зарплаты по субъекту Российской Федерации. Соответственно, это соответствует показателям дорожной карты, которая принята на правительственном уровне. Единственное, что мы договаривались с коллегами из министерства о том, что, как это содержится в указах, должна быть обеспечена 30% мобилизация собственных ресурсов для обеспечения показателей по зарплате на федеральном уровне. Что касается ВМП, тоже хотел остановиться на этом вопросе. Мы в 2019 году приняли решение о повышении ставки страховозносов для обеспечения потребностей в балансировке фонда обязательного медицинского страхования. Но договорились о том, что в 2018 году ещё вернёмся к этому вопросу тем, что определиться. Возможно, это будут предложения по увеличению собираемости, возможно, будут другие предложения по балансировке фонда обязательного медицинского страхования. Окончательное решение мы представим в 2018 году. Что касается ВМП, хотелось сказать, что наше предложение заключается в том, что постепенно нужно большую часть высокотехнологических медицинских видов помощи включать в базовую программу оказания медицинской помощи, а на ВМП именно в этой части оставлять лишь уникальные методы, которые действительно должны уже финансироваться особо, в особом порядке, который, собственно, был принят в текущем году. Спасибо. Спасибо. Антон Георгиевич. Можно? Я к вопросам образования хотел вернуться. В докладе Ольги Юрьевны и Татьяны Алексеевны был упомянут фонд «Талант и успех». Хотел бы просто напомнить, что на базе фонда действует образовательный центр «Сириус», где дети проходят обучение по различным направлениям науки, спорта и искусства, создается нашими компаниями «Эндаумент», который позволит к 2019 году выйти на полное финансирование этого фонда без государственного участия. То, что касается функций фонда «Талант и успех» как гранд-оператора, то эта работа только запущена в этом году. Там были определённые проблемы, связанные с базой данных. Я думаю, что мы скорректируем эту работу и либо по сумме средств определимся, или по тем потребителям, которые нуждаются в этих деньгах. Я попросил бы внимательненько отнестись, что же мы три сотни миллионов заправили, а используется 15 процентов. Это значит, либо всё-таки работа не развернута пока должным образом, либо столько денег не нужно, тогда на другие цели их направим. Там есть куда у нас деньги направить в социальной сфере. Пожалуйста, Валерина. Уважаемый Владимир Владимирович, вот здесь была поднята одна проблема, с которой мы на следующий год столкнёмся в полном объёме. Это платежи за неработающее население. Я напомню, что когда мы сейчас проходили обсуждение бюджета, то позиция работодателей была очень серьёзная и системная. Они настояли на том, что платёж за неработающее население, которое сегодня существенно меньше, чем платёж за работающие, население был проиндексирован, и это учтено в бюджете в 2017, 2018 и 2019 году. Но действительно резервов у регионов на то, чтобы выполнить и справиться с этой задачей в полном объёме, у многих нет. И на сегодняшний день есть несколько моментов, которые осложняют решение этой задачи, в том числе и в следующем году, и прежде всего это инициатива по самозанятым. Я очень прошу вернуться к этой проблеме, иначе мы переживём серьёзные трудности именно с недофинансированием. То есть мы должны быть уверены в том, что финансирование будет в полном объёме, оно будет развиваться. У нас заложено увеличение финансирования, в том числе и увеличение собираемости. И мы должны понимать, что есть для этого механизмы. Это первая тема. А вторая тема. Я действительно хотела обратить внимание, что вот эта система независимой оценки, она не просто заработала, это сегодня не пустые слова, что сегодня выходят рейтинги, которые создаются независимыми экспертами. Совершенно потрясающий рейтинг сделала Высшая школа экономики. На сегодняшний день мы видим рейтинг всех терапевтов страны, и он охватывает участки, на которых обслуживается 83 миллиона человек населения. Вот каждый человек, обратившись в эту систему, которая составлена независимыми экспертами на основе абсолютно объективных данных, может понять, вот хорошо на его участке обслуживают или плохо, где выше шанс действительно быть вылеченным и достичь результата. И сегодня эти рейтинги, они действительно становятся такой важной системой управления. То же самое относится к рейтингам школ. Сегодня Министерство образования поддерживает это рейтингование, оно осуществляется различными независимыми группами. Это и 200 лучших сельских школ, и топ-500 школ России. И эти практики, они сегодня распространяются. Вот нам очень важно эту тему действительно поддерживать, и всегда поддерживать это как лучшие практики. Это действительно стало системой управления, хорошая программа. Так, достаточно. Вы знаете, что хочу сказать? Мы с вами сегодня смотрели исключительно социальные направления, социальные отрасли, что действительно представляет особую ценность, поскольку это конечный результат нашей работы с выходом на граждан страны. Но у нас кроме вот этих задач в посланиях были и другие, связанные с экономикой, с отраслями производства, с финансами, с приватизацией и так далее, и так далее. Мы обязательно вернёмся к этому, безусловно. Потому что вот то, о чём я сейчас сказал, экономика, собственно, это источник решения проблем в социальной сфере. Но и сама социальная сфера требует особого внимания, имея в виду, что она должна не просто поглощать ресурсы, которые генерирует экономика, а ресурсы должны тратиться рационально и эффективно. Поэтому давайте мы так договоримся. Мы всё это обобщим, то, что сегодня было сообщено здесь на совещании, о том, о чём мы говорили. Посмотрим внимательно, где у нас ещё пробелы, где недоработки. И нужно сосредоточить внимание на их ликвидации в самое ближайшее время, с целью, повторяю ещё раз, решения проблем, перед которыми стоит страна, и тех вопросов, решения которых граждане ждут. Давайте относиться к нам повнимательнее и в высшей степени профессионально и ответственно. Я попрошу тогда администрации всё это обобщить и подготовить соответствующие поручения с тем, чтобы мы не теряли темпа в общей работе по этим направлениям. Спасибо. Спасибо.